В звонок не звонить, родителей не приглашать. Чем запомнился день знаний 2020 года и как дальше будут учиться у школьники в новом учебном году. Поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях руководитель отдела управления образования Алматинской области Айжан Мамановна Адамбекова. С праздником вас, с Днем Знаний. Сегодня действительно такое событие, но однако оно прошло как-то по-другому, непривычно нам. Например, школы готовились к учебному году в режиме цитнота. Это сказались последствия удаленного формата работы. Ну как провели день? Добрый вечер. Спасибо за поздравления. Конечно, сегодня для всех работников, для всех людей, которые как-то связаны с системой образования. Необычный день. И в то же время он чем необычен. Раньше, если мы встречали первоклассников, родителей, открывались все двери для всех учащихся, то в этом году, конечно, все мероприятия, посвященные Дню Знаний, прошли в режиме онлайн. Только для учащихся, которые учатся в штатном режиме и которые посещают дежурные классы, были организованы классные часы, посвященные Дню Знаний, Дню Конституции. Соответствующие, конечно, методические рекомендации были разосланы. Даже не было тех торжественных школьных линеек. То есть в связи с карантином, в связи с ситуацией эпидемиологической в стране, то есть было принято решение, что в основном все дети учатся в дистанционном формате. Конечно, мы все знаем, что в первую очередь во главе угла стоит здоровье наших педагогов, здоровье наших детей. То есть если говорить о формате в целом, то есть у нас 760 государственных организаций образования, именно среднего образования. Из них 168 школ, которые расположены малокомплектной школой, которые расположены в удаленных населенных пунктах с контингентом детей от 5 до 180. То есть они согласно также санитарным условиям, то есть там созданы все санитарные условия, учатся именно в традиционном формате. Это где-то более 12 тысяч детей. Вообще у нас в области 232 таких школ, малокомплектных школ, но именно районные городские отделы образования, именно местные исполнительные органы районов и городов, то есть выбрали именно те школы, в которых именно те населенные пункты, в которых санитарные условия более-менее. То есть нету, скажем, зарегистрированных болезней и так далее. То есть далее есть такое понятие в этом году, раньше у нас такого не было, это организация дежурных классов. То есть по заявлению родителей или иных законных представителей учащихся, то есть с первого по четвертой классы дети могут обучаться в школе. То есть если есть заявление, формируются группы дежурные с количеством детей до 15, и они тоже обучаются в традиционном формате, то есть в школе, в оффлайн-режиме. Ну, конечно, там для организации дежурных классов требуется организовать все, соблюдать все санитарно-гигиенические нормы. Это значит, класс должен быть. Смотрите, сколько детей пошли первый класс. Давайте, дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы нашему гостю, можете задавать по телефону 40-01-09, код города Талдыкурган 872-82. Также можете отправить свои вопросы письменно на WhatsApp-мессенджер, номер которого у вас на экранах есть. Голосовые сообщения мы не принимаем. Я просто хочу перейти на вопросы наших родителей, которых много чего в сегодняшней ситуации волнует. Смотрите, сколько детей пошли в первый класс? В этом году по области первый класс пошли свыше 46 тысяч участников. А это много или мало по сравнению с прошлым годом? По сравнению с прошлым годом, у нас в прошлом году было 48 тысяч детей. В этом году у нас тоже был прогноз свыше 48 тысяч детей. Но дело в том, что многие родители, они передумали. Отказались из-за того, что вот такая ситуация, из-за того, что, возможно, в некоторых местах, возможно, придется, если зарегистрировать какую-то болезнь, что опять перейдут дети в онлайн-режим, в дистанционный режим. Поэтому у нас на сегодняшний день где-то на 2 тысячи детей меньше. Это многие родители, если честно признаться, они побоялись, что не справятся с первым классом дома, позаниматься и дать достойное какое-то знание, которое они получают в школе, они не смогут дать. Смотрите, теперь, вот, говорите, выше 40 тысяч детей пошли в школу. Если они будут учиться в школе, у них в каждом классе, класс-комплект это по 30 человек, а то и больше в некоторых школах. Их будут делить на две части, например, по 15 человек, либо по 17 там и так далее. Где вы возьмете учителей? Дело в том, что, видите, если класс делится, да, например, скажем, 30, да, грубо, у нас есть и 35 детей, которые даже здесь, в городе. То есть класс делим на двое. В некоторых школах, ну, в основном, наши педагоги преподают сами, потому что им оплачивается тогда двойная ставка. То есть создается специально такое расписание, например, по часам, если в первом классе нагрузка недельная 24 часа, то есть, например, с 8 до 11 один класс, далее идет следующая группа. То есть в основном наши преподаватели работают сами. Но есть еще второй вариант. Это второй вариант, то есть мы привлекаем дополнительных временных учителей. Это могут быть выпускники наших вузов и колледжей, которые закончили в этом году. То есть есть, но в основном я вам скажу, что наши педагоги сами работают, потому что с местного бюджета рассматривается, и с министерства была, значит, такая рекомендация. То есть физически число преподавателей, возможно, у нас не увеличится, просто увеличится количество часов. Тогда вот как вы будете ориентироваться? Например, первый класс разделили на две группы. Одна группа учится до обеда, остальная, ну, вторая часть после обеда? Или как вы там планируете? Нет, видите, тут в зависимости от количества детей, в зависимости от количества дежурных групп, такого расписания, как раньше, нет. То есть, что вот первая смена учится с 8 до часу, вторая смена там учится с 2, скажем, до 6. Во всех школах есть свое индивидуальное расписание, гибкое. То есть, да, например, скажем, одну группу проводили, один дежурный класс, значит, ставят, например, могут с 11 поставить, могут с часу поставить. То есть, расписание тут уже у каждой школы свое гибкое, в зависимости от количества дежурных классов, потому что, знаете, вот школы же у нас рассчитаны на какой-то там по санитарным нормам в начальных классах, это с 1 по 4 класс, это уже свои кабинеты, свои парты, свои стулья, да, по санитарным нормам. Для того, чтобы все это соблюдать, чтобы дети, даже если разделились, например, раньше, если было 8 классов, стало теперь 16. То есть, все это смотрится и идет свое гибкое расписание. То есть, тут уже нельзя сказать вот конкретно. Здесь вот вопрос телезрителя говорит, мы видели в социальных сетях парты, которые закуплены в какие-то школы, мы конкретно не знаем, неужели во всех школах заменили мебель, имеется в виду парты? Ну, видите, во всех школах, конечно, парты не заменили. Обычно это в школах, возможно, где прошел капитальный ремонт, или же в школах, где обновилась материально-техническая база. То есть, возможно, произошла замена парт. Там уже поставили одиночные. Да, одиночные парты. У нас есть двойные парты. Там по рекомендации для создания таких санитарных норм, то есть, вторая часть парты, она как бы заклеивается. То есть, туда ребенка не садят. И дети садятся у нас в шахматном порядке для социального дистанцирования. Ну, тем школам, конечно, будет легко. У них уже наперед куплены вот такие одиночные парты. Еще один вопрос. Как будут дети учиться в школах? В масках или без маски? То есть, в школу дети все заходят в масках. Значит, всем родителям тоже даны методические рекомендации. То есть, когда ребенок заходит в школу, обязательно измеряет его температуру, обязательно термометрия. Закуплены у нас тепловизоры. Но в классе, когда уже ребенок садится в классе, то есть, необязательно сидеть в маске. Не обязательно. Там уже они могут. Да, они могут снять. Снять. Еще вот вопрос телезрителя. Отмена звонков, раздельные звонки для классов. Как там будет? Да, это обязательно видеть. А дело тут... Цель именно в том, чтобы массового скопления детей не было. Да? В холлах, в рекреациях. И поэтому для каждого класса свои звонки. Ну, это, конечно, звонок по школе не идет. Это уже регулирует классный руководитель. Согласно расписанию, которое утвердил директор школы. И везде в школах, перед школой есть разметки. В коридорах школы уже есть разметки, чтобы было социальное дистанцирование. Входят, например, они через одну дверь, выходят через вторую дверь и так далее. Все это у нас уже учтено в организации. Все предусмотрено за все лето. Вы к этому подготовились. Да, готовились. Смотрите, вот глава Минобразования в дистанционном формате начали, вот он отметил, отметили, в формате начали учебу более 2,5 миллиона учеников с использованием отечественных образовательных платформ, выбранных школами самостоятельно. Как область будет учиться? Какую платформу они выбрали лучшим? У нас по области всего сейчас свыше 426 тысяч учащихся. В данное время, я сказала, у нас учатся в штатном формате, у нас учатся дети в дежурных классах. И, конечно, уже третье, это когда дети учатся дистанционно. По области мы закупили 2 интернет-платформы. Это интернет-платформа компания Blimland, онлайн-миктеп называется, и интернет-платформа Darin Online. То есть это 2 казахстанские компании, которые занимаются контентом. Значит, там есть видеоуроки, интерактивные задания. Там есть возможность выходить в стриминг, то есть как через Zoom, можно Zoom не использовать. То есть в этих платформах все предусмотрено. Есть электронные журналы, есть мониторинг посещаемости, то есть есть дополнительные цифровые ресурсы. То есть всем этим обеспечены. То есть каждый ученик имеет свой личный кабинет. То есть и родителям, и учащимся, и педагогам розданы логины и пароли от этих интернет-платформ. Тут следует отметить то, что каждая школа самостоятельно выбирала, в какой платформе они будут работать, потому что они знают, то есть в четвертой четверти данные интернет-компании, которые занимают разработчики данных интернет-платформ, они давали доступ на все материалы бесплатно. А вот на начало этого года, то есть были с бюджета выделены деньги и закуплен доступ для этих интернет-платформ. И тут каждая школа, каждый педагогический коллектив, они сами решали, с какой платформой им работать. Ну, отсюда, конечно, вытекает невольно вопрос, как обстоят дела с интернетом самим. На сегодня, ну, до этого, если все мы вспомним, в четвертой четверти у нас проблемы были с интернетом, особенно в отдаленных районах, отдаленных селах. В этом году как? Ну, видите, я не скажу, что за лето у нас все стало прям идеальным. Проблемы, они до сих пор у нас есть, потому что 87% школы у нас находятся в населенных пунктах. Дело в том, что часть детей, именно которые в отдаленных населенных пунктах, они, я вот сказала до этого, они у нас учатся в штатном режиме. Теперь мы проводили мониторинг, то есть где нету даже, да, не то, что высокопроводной, именно оптоволоконной линии Казахтелекома, а вообще не ловит, даже если ловит, но нету возможности телекома, да, подключить каждую шкуру к высокоскоростному интернету, но в то же время ловит мобильная связь. Есть 4G, есть хотя бы 3G. То есть для этих целей тоже сейчас с бюджета выделены деньги, и мы планируем приобрести роутеры. То есть по статистике, данные районными городскими отделами образования, у нас около 40 тысяч детей, у них нету вообще интернета никакого, то есть мы туда планируем именно закупить роутеры вместе с тарифом БЛИМ. Вы знаете, да, наших сейчас казахстанские мобильные операторы, они предоставляют тариф БЛИМ, где доступ к интернет-образовательным платформам бесплатный. То есть мы до конца сентября планируем оснастить именно таким интернетом. А где вообще нету интернета, то есть у нас остается другой вариант, это опять-таки обучение через телевидение. Через телевидение в данный момент также работают каналы Балапан или Орна, а также, конечно, будет идти ретрансляция данных телеуроков по каналу ЖИЦУ. Ну, здесь хочется задать вопрос. Помните, к концу августа везде были возмущения, что у семей нет ноутбуков, нет компьютеров и так далее, и школы как-то пытались, собирали, хотели обеспечить. Ну, много ли таких людей вообще по области, у которых нет возможности обрести гаджеты, девайсы? Ну, достаточно, достаточно. Обеспеченность составляет у нас только где-то 61%. В данный момент, то есть по нашей статистике, мы это все планировали, то есть где-то свыше 125 тысяч у нас оставались вообще без компьютерной техники. Но когда мы проводили анализ, мы считали, сколько компьютеров, ноутбуков и планшетов есть у детей, а у скольких нету. Поэтому мы где-то около 25 тысяч компьютеров, школьных компьютеров, которые в рабочем состоянии, дали во временное хранение, на ответ, во временное хранение детям. Именно по акту приема-передачи, но это всего лишь где-то 23-24 тысяч компьютеров. Далее сейчас с республиканского бюджета выделены деньги для 55 тысяч компьютерной техники, то есть это планшеты, ноутбуки и компьютеры. То есть сейчас договоры с поставщиками заключены, мы планируем, если все будет хорошо, то есть до 10 сентября они нам поставят. И опять-таки данные компьютеры сначала будут взяты на баланс организации образования, а потом опять-таки будут розданы детям из многодетных, малообеспеченных, для детей-сирот и так далее. В первую очередь для такой категории детей. Также хорошо то, что еще один плюс, работают спонсоры, да, есть меценаты, которые также по акции дорога в школу, да, есть некоммерческие организации, которые помогают нашим учащимся. То есть тоже огромная им благодарность именно для детей из категории малообеспеченных семей помогают такие вот организации, отдельные личности. Вот смотрите, здесь вопросы задают. Вот если нам выдали планшет, если мы его сломаем, полагается очень большой штраф. Как мы, это дети, а вдруг мы можем сломать? Ну, видите, дело в том, что в данный момент вообще физически сломать, сломать, конечно, очень трудно, да, какой-либо гаджет. Но, конечно, если там будет какой-то сбой в программном обеспечении, да, то есть любой айтишник школы, это можно восстановить. Но если будет какой-то физический, да, то есть, конечно, согласно законодательству, потому что мы даем по акту приема-передачи, тут уже мы хотели бы попросить родителей, да. Я понимаю, что это дети, но в любом случае, то есть если его специально не бросать или же не бить, то есть гаджеты, я не думаю, прям будет такая серьезная поломка. Ну, а если вдруг сломает? Ну, а если вдруг сломает, в любом случае есть законы, это надо смотреть. Но по опыту четвертой четверти мы знаем, что таких у нас прецедентов не было. Мы же тоже в четвертой четверти тоже отдавали во временное хранение нашим учащимся технику, которая была в школах. Ну, тогда было всего-то коротенькое четверть. Теперь-то, извините, мы не знаем еще, мы в неизвестности, до какого времени будем учиться онлайн. Всякое может быть. Но в любом случае, это же ведь, видите, это государственное имущество, есть закон о государственном имуществе. Ну, я точно не знаю, это надо изучать. Обычно этим занимаются у нас финансисты. Поэтому можно попросить родителей, чтобы они, конечно, внимательно следили за своими детьми, как за своими детьми, так же и гаджетами. Да, в основном это получается, количество дежурных групп у нас увеличивается с каждым днем. То есть в основном, именно в онлайн-режиме, ну, есть учащиеся начальных классов, но в любом случае учатся ученики с 5 по 11 класс, которых нет в дежурном. Они же более-менее взрослые, я думаю, просто надо детям лучше, наверное, объяснить, как надо пользоваться. Я думаю, проблем не будет. Надеемся, конечно. Но вот люди пишут отныне, говорит, утратилось смысл слово завтра приходи с родителями. Какая будет связь с родителями? Например, я понимаю, там, если там классы, где уже есть классный руководитель, они уже который год учатся вместе, они друг друга знают. Ну, а как быть с теми детьми, которые впервые пришли в школу, и с их учителями, классным руководителем, и родители хотят прям в тесном контакте работать, ну, чтобы только дать знания своим детям? Ну, в любом случае, ну, опять-таки, этому будут помогать наши технологии, без этого никак. Те же самые мессенджеры, те же самые, может быть, веб-интернет-совещания, там, стриминги, а больше никак. Ну, самое-самое-самое такое, может быть, топотопное, это общение через мобильную сеть, через мобильные телефоны. Ну, по-другому никак. Ну, наши классные руководители, они все прекрасно знают, да, как наладить контакт, все-таки опыт, когда мы вообще вступали в четвертую четверть, абсолютно у наших педагогов, да, не было никакого опыта. Ну, есть опыт четвертой четверти, плюс есть опыт то, что все наши педагоги прошли курсы, организованные Министерством образования, совместно с Назарбаев интеллектуальной школой. То есть, были такие курсы, учусь учить дистанционно. То есть, все наши педагоги прошли данные курсы. И помимо этого, тоже были очень много курсов по линии Урлеу, по линии нашего областного методического кабинета. То есть, наши педагоги в отличие от марта этого года, они более-менее вооружены. Я думаю, проблем именно с налаживанием связи с родителями не будет. Ну, учителя хорошо подготовились к этим занятиям. Скажите, просят тут, когда выйдет полное расписание по всей области, как будем заниматься целый день. Вот сегодня смотрели, что идут телеуроки уже по каналу до шести вечера. Как будет расписание? В какое время будем смотреть канал? В какое время будем заниматься дистанционно? Вообще-то, расписание уже есть. На первую неделю вчера мы разослали во все районные городские отделы образования, во все наши областные школы. То есть, эти расписания будут доведены классными руководителями до каждого. Ну, а если это для тех, кто будет обучаться по телевидению, а для тех, которые будут обучаться через интернет-платформы, я же говорила, там расписание гибкое. То есть, это также будет... Расписание можно посмотреть в электронном журнале, в личном кабинете, как родителей, так и учащегося. Ну, и также, конечно, этим занимаются наши классные руководители. Здесь тоже задают вопрос. У нас, ну, не сказали, какое село. У нас, говорят, раньше в школе учились 600 детей. Теперь, говорит, учатся 300. Ну, вот это есть, говорит, 50% наполняемости. Могли бы они, говорит, ходить в школу, как обычно, и учиться в школе? Нет. Согласно санитарным нормам, да, у нас утверждены именно санитарные нормы, именно требования, да, к дистанционному образованию, именно требования к организации штатного обучения, там именно прописано, если контингент детей составляет от 5 до 180 детей. То есть, это малокомплектные школы. Школы, которые в сельских населенных пунктах, только для таких школ. А в остальном мы учимся, конечно, уже дистанционно. В таких, хоть и 300 человек, все равно они не смотрят. Да, 300 человек, это, видите, дело в том, что 300 человек, даже если считать, что это на 50% меньше, да, может быть, от проектной мощности школы, может, родители это имеют в виду, но в то же время по 15 человек, например, делить, это сколько классов, сколько всего необходимо, но тем более у нас нету на это разрешения. Есть только по начальным классам, дежурные классы, штатные классы, когда мы, в каких случаях. Мы надеемся, что ситуация улучшится, и все мы вместе будем обучаться в традиционном формате. Честно, признайтесь, пожалуйста, стало легче работать или сложнее? Как к учителям, так и вам, кто сидит в образовании и координирует всю эту сильную работу, тяжелую, можно сказать. Ну, если по правде, конечно, стало сложно, стало сложно, потому что тут уже необходимо учитывать разные аспекты, начиная с планирования, от какой обучения будем, какой формат обучения будет, вплоть до создания всех условий, создания условий для педагогов, для учащихся, создания даже разного расписания для всех классов, то есть я думаю, что это не для администрации школы, не для учителей, даже не для самих учащихся и родителей, там проще не стало. Ну, мы от нашей творческой группы желаем вам сил, терпения и удачи в выбранной вами профессии. Дорогие телезрители, это была программа «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова